Мир вам, братья и сестры! Слава Богу за то, что Он дает возможность нам видеть друг друга, собираться в Церкви Божией, слышать Его Слово, молиться нашему Господу. Давайте склоним наши головы и помолимся нашему Творцу, чтобы Он действительно был в этом общении с нами. Господь, благодарность Тебе в этот час дневной за то, что еще раз Ты доказываешь любовь свою к нам. Еще раз в этом дне воскресном мы можем, оставив суету нашей земной жизни, собраться в Доме Твоем, в Церкви Твоей, для того, чтобы слышать Слово Твое. Господь, не хотим делать ничего сами собой и просим, чтобы это было не наше общение, но общение с Тобою, Господь, чтобы Ты посетил каждое сердце. Приготовь сердца наши, очисти, Господь, помышления, мысли наши, сердца наши очисти, чтобы мы были способны внимать словам Твоим, чтобы Ты мог утешить, чтобы Ты мог ободрить, чтобы Ты мог исправить пути наши, чтобы Ты мог направить нас к небу. Господь, благослови поэтому братьев, которые будут возвещать Слово Твое. Благослови тех, кто будет петь сегодня. Благослови нас помолиться Тебе. Помоги действительно всем нам воздать славу Тебе, единому живому Богу. Благослови всех тех, кто не мог быть сегодня в общении, Господь, кто в трудностях, в переживаниях, в болезнях. Посети таковых, и их также ободри, утешь, и к ним скажи Слово Твое. Все мы просим этого имя Иисуса Христа, и будь прославлен в служении нашим. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови тех, кто не мог быть сегодня. Он, и Заван, и Шут и Святой, Убирал он со мной. Заван, и Шут и Святой Дух. Аминь. Заван, и Шут и Святой Дух. Аминь. Всем привет! Всем привет! Благослови тех, кто не мог быть сегодня. Заван, и Шут и Святой Дух. Аминь. 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 Зачинь, Богослови тех, кто не служит. И всё благодарность за дарь и любви. Несёт благодарность за дарь и любви. Слава, пола, поклонения ей К вечному Богу следите. От сердца с благодарения Нас трудно пиво хвалите. От сердца хвалите. Мы, видя, я в нас, Пусть с нами идёт, А он постоянно Мы просим его А он постоянно Мы просим его Слава, пола, поклонения Вечному Богу следите. От сердца хвалите. 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 Целец хвалите. От сердца хвалите. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Look at me.» And some maybe say Maybe a famous person An athlete A president A famous poet Someone that has a lot of wisdom That can share «Well, this morning Or this afternoon I want to focus on A situation Where an individual Invited a friend over A very close friend And she was very distracted. And it's found in Luke chapter 10, verse 33 through 42. If you have your Bibles, please open to Luke chapter 10, verse 38 through 42. This is the story of Mary and Martha as they sit and as they work to perform something for Jesus. As we read, Now it happened as they went and he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his words. But Martha was distracted with much serving and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, We see the story as Jesus is preaching and he comes to this house, this family, Martha, Mary. And we know that we read in John that they had a brother named Lazarus. So it's not the first time he was at their house. And he's coming to them and Martha greets them and welcomes. As they journeyed, Jesus usually took his disciples with him. And so it wasn't just Jesus that entered to this house. By the way, their village was maybe approximately two miles away from Jerusalem. It was called the village of Bethany. And in this town they lived. While Jesus visited this family, Martha is so focused and so excited to meet the guests. But we see that the contrast of Mary and Martha. What is the contrast between two? They're two sisters. They were raised in the same family. But they have different approach to Christ. And we see the distracted servant. A person who was distracted. Luke describes vividly in the text that Martha was distracted in much serving. Since Martha is mentioned alone, she welcomed him. It wasn't said that it was Martha and Mary welcomed. It was Martha that greeted Jesus and was very hospitable to her guests. She was consumed by the busyness by pleasing everyone. She had a desire to make sure everyone is fed and everyone is in their place. Because even though Martha was not doing a good thing, she was missing out the most important. Even though she was doing a good thing at that time, but she was missing the most important. Jesus wanted her attention. Martha is like many Christians today. Many Christians today that live that are not saved by the works but by faith. Yet they believe that they can perform something to make Jesus to be acceptable. To please Jesus with their actions. By serving others. And they think that this is what Jesus is looking for. This is what God wants them to do. And they forget the most important thing is a personal relationship with God. In Ephesians chapter 1 verse 6 through 7 it says, To the praise of the glory of His grace which He freely bestowed on us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood and the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. We are saved not by our works. We are saved by the mercies of God. And through His blood, His precious blood that redeemed us from our sins. We are not saved by what we performed. But for some reason Martha was so distracted of trying to please Jesus. Martha was more concerned about doing the things for Jesus than by being with the Lord. A.W. Tozer said, We have become so engrossed in the work of the Lord that we have forgotten to be with the Lord. We got so consumed with serving and presenting this is what God wants. And forgetting that God wants a personal relationship with us. We see that Martha was a distracted servant. But we see a devoted student. We see that not like Martha who is very busy serving the guest Mary, her sister. Mary was calmly sitting at Jesus' feet. She was calmly sitting and listening to every single word that Christ was saying. The definition of sat at Jesus' feet, in Greek it says parateriso, meaning to sit aside or beside, near place or sit right beside. So she got so close physically that she can hear everything. Mary's worship brought her close to Jesus as she could physically get, as close as possible. She was entirely focused on Him. She didn't let the commotion in the background, all the busyness and the noise distract her for what Christ wanted to say. It was a great privilege for a student to sit at the feet of a teacher. Back in that time, we know that Paul, he sat in front of his teacher. In Acts 22, 3, I indeed, in a Jew, born in Tarsus of Sicilia, but brought up in the city at the feet of Gamalaya, taught according to the strictness of the Father's law, and was zealous towards God, as you are all today. Paul says, I was sitting at the feet of my teacher. And we see that practice by Mary. It wasn't uncommon for a woman to sit in front of a teacher's feet. Usually, they were busy with doing chores and to care of the household. It was usually the men that would sit and listen to the teachers of that day. But a woman decided to, you know what? I'm not focusing on what the law or what the traditions are. I want to be close to Christ as much as possible. I want to hear what He has to tell me personally. Nothing is greater and more importance than loving God. If we fail to take this seriously, we might find at the end of our lives that all of our works have counted for nothing. If we think that we can please God with our works and what we serve and what we do to others, but forget the most important is our relationship with Christ, all of that be for nothing. Later, we see just not the contrast between Mary and Martha. We also see the complaint that Martha made. Let's look closely at what the complaint was. Martha complained that Mary had left her to serve alone. She had become so consumed in her work and eventually demanded that Mary would leave Jesus and send her to help her. In verse 40, we read, But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, she was so consumed, and she comes to Christ, and Martha accuses Jesus. Not only she says, like, I need help from my sister, she comes to Jesus, and you know what she says? Lord, don't you care? Don't you care that my sister, why is she not helping me? I'm trying to do something good here. I'm setting the table. I'm greeting. Why are you not caring what I'm doing? Can't you tell her? And she's accusing Christ of not caring. But we know that from all people, that's the last person she should blame or accuse. In Psalm 37, 1, it says, I will be glad and rejoice in your mercy, for you have considered my trouble. You have known my soul and adversaries. God knows all of our troubles. God knows all of our weaknesses. And we're in need of Christ and our strength. And sometimes we forget and we don't maybe see Christ around us because we're so consumed of our daily work or the busyness of our lives. Martha wanted Mary's help and the preparations, but Jesus was content to have Mary by his side. People often believe that their plan is greater than God's plan. Sometimes people think that my job or my service is much greater than this service. And they put this on a pedestal and say, well, what I'm doing in church is more important than anyone else. And if someone comes my way, that's wrong. That's a wrong mentality. We know that God has a plan for everyone. God's plans are much greater than our plans. In Isaiah 55, 9, it says, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God says, my thoughts, my desires for you are much greater for you. And you might not see it, but you have to trust in his promises. You have to trust in what God has for you to plan. And it can be very difficult when circumstances are very tough. When you lose a job, when we lose a family member or a spouse, when something changes, and usually change we're not used to. We don't like change. We want to go, every day we would like things to go as planned. And if something happens in our lives, we either fall into depression, we go either into worry or anxiety. Something goes in our lives. And that's why God, he has given his word, and he specifically tells us, trust in him. It can be very difficult at times, but it is great reward after when we see Christ through the tunnel. Not only that Martha accused Jesus for not caring, she then demanded Jesus to do something. She said, why don't you care for what I'm trying to do? And we read that in the next verse, or in the same verse, the second part of it. Don't you care, Lord, that my sister has left to serve me? Therefore, tell her to help me. Martha is demanding Christ to tell her, tell her to help me. I need help, and so you, I know you have the power, I know you have the ability, can you tell her to help me out? I notice that in sometimes children or students, not only that they accuse parents, but then they start demanding something. They say, well, mom, you don't love me enough. Mom or dad, you don't care enough for me. And so therefore, please give me this. And so they start demanding parents' either whatever they want or parents' acceptance. That's not a right approach. We see that Mary approached and she demanded Christ to send Mary to help. Perhaps she was very tired of what she was doing already. She was overwhelmed. Maybe she was listening to what Jesus was saying. Maybe she was. We don't know. But she maybe wasn't able to hear him because she had to move around. It can be very difficult. But what's interesting that Jesus, when any time a dispute comes to him, he's very slow to take the side of the person who's asking for help. He's very slow to take, yes, Martha, you need help. I'm going to send you. He's very slow to take the side of the person who's asking for help when there's a dispute. I've noticed that in school sometimes, working with children, when a boy or a girl comes to me and asking to get the other person in trouble, that they wronged him for something. And that child comes or that student comes and says, Mr. Marchikou, can you please get this person in trouble? They want justice. But then you realize that, you know, there's both sides involved. And interesting that Jesus stopped for a second there. He didn't start sending her away. So we see that Martha not only accused, but she demanded Jesus to help or send help for her. Then we see towards the end of this segment, in this verse, that Jesus answered and said to her, Martha, Martha. The commendation of Jesus. The story concludes that Jesus, he praises Mary, but he condemns the actions of Martha. She put her service before worship and honor Christ. But Mary, she chose the right thing to spend time at his feet. Jesus corrects Martha. Says, what are you doing? Martha, Martha. It's interesting, he says twice her name. To get her attention. She's moving around. She's working. She's not just, not doing nothing. And he says to her, Martha, Martha, are you worried and troubled? Are you worried and troubled this morning? What is troubling your heart today that Christ wants your attention? From the business of our schedules, of the things that we have in our lives, that everyone does. How are we allowing Christ? And how close are we with Christ? How are we allowing him to work in our lives? The fact that he says her name twice is probably for emphasis. If he called my name twice. And he practiced that. Christ practiced repeating a person's name before. She was anxious. She was worrying about many things. But in her work, she has forgotten the most important person. As things got very stressful. Martha was very overwhelmed with her guests. She was trying so hard to please her guests. But Jesus doesn't look for how many dishes you can serve on a table. What kind of, how many different types of cakes and sweets you can have. That's not what Christ is looking for. He's looking for fellowship. And you know what's sad? Is that sometimes when we go to a home, a Christian family, we're invited. Or we invite. And God's name is never mentioned in our fellowship. Or Christ's name was never worshipped. We talk for hours, sending fellowships about politics, about work, about our children. And not once we praise God. We should really think about our lives. Well, we come together for what purpose? Yes, to encourage each other. But if God's name was never mentioned, we should stop and think about it. God, through Jesus Christ, he's teaching us this morning. He's teaching us that we need to look and prioritize our life. Martha was overwhelmed. And Jesus corrects Martha. But then Jesus commends Mary. We see that Jesus not only corrects Martha, but then he praises Mary for her action, for her behavior. Following his rebuke after Martha, Jesus commends Mary for her choice to worship him. What does it mean that Mary decided to choose the better? We read the second part. But one thing is needed. Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. She chose the best out of two. It's not like the other part is not important at all. Obviously, we need to eat and someone needs to take care of it. But for some reason, she was overwhelmed. Maybe you find yourself like that when you have guests over. I don't know how you prepare when you have someone very important to come. And how do you prepare your house? You're yelling at the kids, please clean up your bedrooms. We need to vacuum. We need to clean the floors. We need to do this. And we're preparing everything. And sometimes we miss that. That's not what Christ is always looking for. What he's looking for is a fellowship and relationship with us. Mary chose to listen and worship Jesus. She made the better choice by making Jesus the priority of her life. Not to serve for him just to please him for her service. Not just to do it just because that's what Jesus wants me to do. But she wanted to let those words sink into her life. That can she then go and do likewise. Jesus praised Mary for her devotion. That she devoted her life to Christ. Maybe you're like Martha that is distracted at this moment in life. You're distracted by the busyness of life and you forget the most important is your personal relationship with Christ. And maybe you have so much things on your plate that it's hard to juggle and you don't find time to read God's word and you feel empty. Well, I'll tell you about, brother and sister. There is room at the cross for you. Jesus wants you to come to him. He knows your troubles. He knows what you're going through. Whether you're struggling in school, whether you lost your job, he knows your life. I notice how Christians sometimes forget to praise God when it's good for them. When things are good, they sometimes forget. And when things are getting bad, that's when they run to Jesus and fall and cry out. Why not praise him when things are good? Many believers today are like Martha and have prioritized their, not prioritized their life to serve and to be at Jesus' feet. See, before we spend time with the Lord, before we come to him, our hearts need to be ready. Our hearts need to have a desire to seek him. And sometimes it's hard until someone comes and says, brother, you've got to slow down. Sister, you need some time with the Lord. You need some time to give God some room in your heart. Mary, she had the desire to serve him. But she wanted to be at his feet first. It's not like Mary didn't want to serve and be lazy. No. She wanted to take those words and bring it to actions. She wanted those words to fill her life. My question is, how often are we at Jesus' feet? How often do we come to him? Or we find ourselves like Martha, running around, trying to please and get, find acceptance from God, to please God by just doing something. Even going to church. Lord, only if I make it to church. Yes, I was there. Finally. Finally. But then we don't see him throughout the whole week. We don't seek him on a personal relationship. It's about the desire in your heart. Every single person, Christian, either is a Martha or a Mary. Either they're trying to please God with their works, and they get disappointed and discouraged because Christ is not paying attention. And they fall into depression, and they're anxious of trying to do something. Or they're like Mary, that sits at his feet, and then go and worship Christ. We know that later in John chapter 12, we see that Mary fell on his feet and started washing it. Put special ointment on him. May God bless every single one of us, that we look in our lives, that we find ourselves that we don't have enough time with Christ. Let the busyness of this word do not distract you from the most important thing is to serve and to be with Jesus. Most important thing is your personal relationship with God. Other things will pass away. But your relationship with God is what builds a strong relationship. That's what continues growing. God bless you from the Lord. кто желает быть у ног у Христа и черпит каждое слово, которое слышит про себя. Какой христианин мы сегодня? Или мы, как Марфа, или как мы, как Мария? Да благословит наш Господь, что мы действительно искали Его и утешали Словом Божиим, если у нас трудности есть, и прославляли Его имя, когда у нас хорошо. Аминь. Помолимся. Аминь. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, Jesus, I surrender Lord, I give myself to Thee Fill me with Thy love and power Let the blessings call me I surrender all I surrender all All to Thee, my blessed Savior I surrender all All to Jesus I surrender I heal the sacred flame All the joy of full salvation Glory, glory to His name I surrender all I surrender all All to Thee, my blessed Savior I surrender all I surrender all I surrender all Again, I surrender all All to the sky I surrender all I surrender all Если душою я изнемогаю На жизненном узком пути, Взгляд на Голгофу тогда устремляю На крест, где Иисус распятый. В душу мою проникаешь ты взглядом, Меня понимаешь, любя. Шепчешь, не бойся, мужайся, я рядом, И я не оставлю тебя. Я жизнь отдал за тебя. Я жизнь отдал за тебя. Борь твою я взял на себя. Я жизнь отдал за тебя. Сердцем своим оценить не сумею Твою доброту и любовь. Ты, Божий, Сын, человека, жалея, Так капли отдал свою кровь. Я для души нахожу Исцеленье тебе, Иисус дорогой. Пускай тропою иду без сомнения И слышу твой голос святой. Я жизнь отдал за тебя. 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 Борь твою я взял на себя. Я жизнь отдал за тебя. Я жизнь отдал за тебя. Яедь, Божий, Сын, тебя, Я жизнь отдал за тебя. ПЕСНЯ 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 Есть у нас наследие в нашей Церкви, слава Богу! Пожалуйста, отцы, представьте своих деток для Церкви. София Константиновна Дементьева. София Константиновна. Валентиновна, Нейтан Шмрекко и Нейтан у нас сегодня, еще есть, еще много. Вы что, сговорились сегодня? Давайте, продолжаем, представляете. Матфей Михайлович Кристев, Джейсон Еланджи. Слава Богу, много сегодня деток. Благодарю Бога, которому служу от паразитов. Родители с чистой совестью. И пятый стих. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обидала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Друзья, вы заметили вот причину? Здесь апостол Павел указывает на причинно-следственную связь. Он говорит в первом стихе, он говорит о себе сначала, да? Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Вот апостол Павел говорит, что я служу Богу частично из-за того, что вот эта вот чистая совесть была у моих прародителей. У моих бабушки, дедушки, может быть, да? У папы с мамой. И говорит, и поэтому я сейчас служу с чистой совестью. А потом он говорит об Тимофее. И та же самая мысль, говорит, приводя на память нелицемерную веру, которая была сначала у твоей бабушки, потом у твоей мамы. И говорит, я уверен, что она и в тебе будет. Друзья, вот в Писании есть такая вот закономерность. Чистая совесть, нелицемерная вера, она зависит от того у детей наших, какая она у нас с вами, у родителей, у бабушек, у дедушек. Да, мы не можем сказать, друзья, мы не можем сказать, что вот обязательно это 100% так случается, что если я хороший христианин, и дети мои будут хорошими христианинами. Но, как правило, это так. Мы не можем сказать, что если вот нету, что если родители неверующие, то и дети будут неверующие, да? Потому что нет веры у родителей. Мы не можем так сказать. Мы знаем, что Бог касается всех, независимо, верующие родители или нет. Но все-таки вот в Библии много-много вот прослеживается вот эта связь и много примеров, друзья, когда дети наши идут за нашими, вот по нашему пути. Если чистая вера, если вот чистая совесть, да? Если чистая совесть у нас, родителей, скорее всего, она передастся нашим детям. Если есть нелицемерная вера в моей жизни, друзья, скорее всего, она передастся моим детям. И второе место, друзья, вот тоже такая вот мысль, похожая. Это Псалом 77, учение Сафа. Саф так говорит, что мы, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещать роду грядущему, славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Друзья, для того, чтобы передать нашу веру, нашу чистую совесть, Ассав говорит, не скроем, не скроем. Друзья, это было сказано верующим людям. Я думаю, здесь не идет смысла о том, что мы будем Библию прятать, да? Мы будем прятать какие-то христианские гимны, там какие-то не будем петь, не об этом идет речь. Но как часто в жизни, друзья, вот часто мы, наша жизнь, она скрывает, она скрывает вот веру нашу. Да, мы можем прочитать Библию, да? Я думаю, все мы намереваемся вот приводить их на собрание. В воскресную школу у нас планы, есть такие хорошие планы, чтобы читать с ними Библию, чтобы молиться с ними, чтобы они в воскресной школе были, чтобы они стали христианами. Я уверен, что у каждого из вас, из нас есть это желание, друзья. Но дал бы Господь, чтобы наша жизнь не скрыла это. Вы знаете, как часто, как важно, чтобы наши желания, наши слова и то, что мы читаем, оно подтверждалось нашей жизнью. Чтобы вот действительно в нашей жизни, друзья, да, вот детки наши, о которых мы будем молиться, чтобы в жизни каждого из вас они увидели вот эту нелицемерную веру, чтобы они увидели чистую совесть, чтобы они увидели, что вы не просто Библию с ними прочитали, а чтобы они действительно увидели в вашей жизни, что вы хотите читать Библию, что вы хотите молиться, чтобы они вас видели, что вы хотите идти на собрание, что вы хотите служить Господу, что вы хотите служить людям. Вот эта вот жизнь, которая не скроет, не скроет нашего Спасителя от деток наших. Вот такое пожелание для вас, друзья, для меня тоже, чтобы мы действительно в своей жизни не скрыли, не скрыли красоту нашего Господа, не скрыли то, что мы любим Его, не скрыли то, что мы хотим служить Ему, чтобы действительно чистая совесть нашей жизни, чтобы искренняя, нелесомерная вера, она передалась и нашим деткам. Пусть Господь благословит всех нас, действительно передать, оставить вот это наследие, неувядающее наследие для всех детей наших, для ваших деток, о которых мы с вами сейчас помолимся. Дорогой Господь мой Иисус, я благодарна Тебе за этот день, Господь, за то, что я могу со всей семьей присутствовать здесь. Наше намерение, Господи, сказать Тебе большое спасибо за этот подарок, который Ты нам подарил за Софиечку, Господи, слава Тебе. За то, что Ты подарил ей здоровье, за то, что Ты, Господи, подарил ей. Родиться здоровенькой в этот мир, Господи, порадовать всех нас. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за мужа, за семью, за моих деток, за Настеньку, Сашеньку, Яночку и за Софиечку. Мое желание, Господи, чтобы мои детки служили Тебе, чтобы они, Господи, любили дом Твой, чтобы внесли служение для Тебя, Господи. Это самое превысшее мое желание, Господь, благослови. Помоги, Господи, также принести пример для них, Господь, чтобы они также могли видеть, как мы, Господи, относимся к Тебе, чтобы они следовали за нами, Господь. Помоги, чтобы мой дом служил Тебе. Сохрани, Господи, наших деток от всякого зла, от этого мира, Господи, от этой грязи, которая сейчас присутствует. Я умоляю Тебя, Господь, защити всех деток, Господи, и будь Ты прославлен во веки веков, мой Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Слава, слава Тебя, Господь, великая благодарность. За всю Твою любовь и милость, Господь, которую Ты проявлял ко мне, ко всему моему семейству, Господь, что в этот час, Господь, мы можем обращаться к Тебе, за все славить и благодарить, Господь. Ты знаешь, Господь, по какому поводу мы обращаемся к Тебе, Господь. Мы просим благословения на дальнейшую жизнь нашей доченьки Сонечки, Господь. Слава, благодарность, что Ты, Господь, благословил нас, и она пришла в этот мир, Господь, как настоящее благословение, Господь. Слава Тебя за это. Просим, мол, Господь, веди ее в святую, в святую руке своей, Господь. Ты знаешь, только Ты один знаешь, Господь, что предстоит ей пройти в этой жизни, Господь. Мы не знаем, но Ты знаешь, Господь. Просим Тебя, охраняя, оберегая ее, Господь. Веди ее своей рукой, Господь. Просим милости также. Дай нам и с Катенькой мудрости, Господь, быть хорошими родителями для всех наших деточек, Господь. Ты знаешь, как это нелегко, Господь. Но мы просим Твоей мудрости, Господь, что без Тебя мы не сможем ничего этого сделать. Но с Тобой, Господь, с Твоим благословением, Господь, мы сможем привести наших деточек к Тебе. Дай, чтобы наши деточки в свое время стали этажить Твоими детьми, в свое время, Господь, стали Твоим достоянием, любящий Бог. Слава Тебе за все. Благодарность во веки веков. Аминь. Господь, вместе с родителями, вместе с церковью хотим прославить Тебя за то, что Ты благословляешь народ свой, за то, что посылаешь благословения и в жизнь наших братьев и сестер, посылаешь им еще одну дочурку. Благодарим Тебя за то, что в этом милость Твоя, Господь. И мы просим, чтобы милость Твоя и особо умножилась и в этот час, когда Софиечка будет на этой земле, Господь. Благослови ее. Рука Твоя да будет над нею. Помоги, чтобы охрана Твоя сопровождала ее во все дни жизни ее. И физически, Господь, и духовно укрепляй, охраняй, поддерживай и укрепляй ее. Направляй взор ее к небу. Пошли благословения и в земной жизни, Господь. Судьбу ее усмотри, благослови. И благослови духовным ростом ее. Благослови, чтобы она познала Тебя. Чтобы она примирилась с Тобой и стала Детем Твоим. И стала наследием Царства Небесного. Господь, благослови родителей, чтобы они имели мудрость. Передать им ей веру свою. Передать им веру в Тебя, живого Господа. Чтобы они не скрыли, Господь, красоту Твою и в ее жизни. И они были добрым примером для нее. Благослови, Господь, чтобы в жизни ее прославилось Имя Твое. Мы просим этого имя Иисуса Христа. Аминь. Боже, я благодарю Тебя за этот день, Господи, чтобы мы могли собраться тут, Господи, что Ты даешь нам эту возможность, Господи. Ты видишь, мы пришли к Тебе, Господи, с нуждой, Господи, чтобы Ты благословил, Господи, и Нейтана, Господи. Я благодарю Тебя, Господи, что Он родил здоровенький, Господи, что с Ним все хорошо, Господи. Я благодарю Тебя за мужа моего, Господи, за моих других деток, Господи. Ты помоги нам, Боже, воспитывать их до славы Твоей, Господи, чтобы они пришли к Тебе, Господи, в свое время. Я прошу Тебя, Боже, дай нам сил и мудрость во всем, Господи. Ты пребудь с нами, и Тебя вечно слава за все. Аминь. Аминь. Господь Бог мой, я также благодарю Тебя за этот день, за любовь, за милость Твою, за благодать, которую Ты даешь нам. Благодарю, Господи, за подарок этот, который Ты нам даешь. И сегодня мы принесли Его сюда и посвящаем Его Тебе, Господи, чтобы Ты благословил Его, Его жизнь, Господи. Ты благослови, Господи, и нас, тайно мудрости, любви, так, чтобы мы показали Ему свет Твой, чтобы мы показали Иисуса Христа, чтобы Он пришел к Тебе, Господи. Ты благослови всех нас, Господи, и пусть все будет для славы Твоей. Аминь. Дорогой небесный отец, мы благодарим Тебя за эту драгоценность, за этот чудный подарок Божий в семью Юли и Даниила. Мы благодарим Тебя за Нейтана, Господи, которого Ты дал им. Господи, мы молимся и просим Тебя, благослови, чтобы он был прекрасен пред лицом Твоим, как был прекрасен Моисей, чтобы он был человеком веры, как Авраам, чтобы он был верный Тебе, как Даниил. Господи, молюсь и прошу Тебя, благослови, чтобы его сердечко впитывало слова Твои, как жаждущая земля, чтобы он ходил путями Твоими, чтобы он возрастал, познавая доброе, и чтобы он и избирал, Господи, это доброе в жизни своей, чтобы он следовал путями Твоими, чтобы любовь Твоя, Господи, она действительно окружала его все дни жизни его, чтобы он ходил путями Твоими и служил. Благослови родителей, чтобы они не только не скрыли, но являли Тебя, Господи, в каждом дне для него, чтобы это дитя видело в них Тебя, и Ты благослови их в этом. Прошу и молю Тебя, чтобы Ты сохранил это дитя от всякого рода зла и явил милость Твою в развитии его физическом, в духовном, в умственном, чтобы это дитя, Господи, действительно было славою имени Твоего Святого, чтобы это дитя было по сердцу Твоему. Сохрани его, Господи, от всякого рода зла и доведи до небес, чтобы имя Твое было прославлено и в его жизни, чтобы он был орудием в руках Твоих во все дни жизни. Аминь. Великий Господь, я благодарю Тебя за этот день, за возможность быть в Доме Твоем всей семьей. Благодарю Тебя, Господь, за милость Твою, что Ты, Господь, довел нас до этого часа, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты обильно благословляешь мою семью, Господь. Особо благодарю Тебя за то, что мы детки Твои, Господь, что Ты пострадал за нас, Господь, что Ты спас нас для вечности, Господь. Благодарю Тебя, Господь, сейчас за Матфеечка, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты хранил в беременности, в родах, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты услышал все молитвы о Нем, Господь, когда Он был в реанимации. Я благодарю Тебя, что Ты дал Ему жизнь и здоровье особо, Господь. Я хочу просить Тебя сегодня о том, чтобы Ты благословил Его и укрепил духовно. Дал нам, Господь, смешенька мудрости, как жить, Господь, чтобы никогда не стать Ему препятствием, Господь, на пути к Тебе, чтобы, Господь, использовать любой шанс, Господь, любую возможность свидетельствовать о Тебе, Господь, чтобы Он увидел в нашем доме Тебя, Господь, чтобы Его сердце прилепилось, Господь, к Тебе. Благослови, Господь, всеми, Господь, Его физическими и духовными, и душевными благословениями, Господь. Особо прошу, Господь, захрани его в этом мире, лукавом, Господь, в это последнее время. Доведи всю нашу семью до вечности, чтобы мы всегда были с Тобой, Господь. За все будь прославлен, мой любящий Отец. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, Отец Небесный, за обильные Твои благословения, которые Ты благословил меня, Господь. Я недостоин, недостоин этой прекрасной семьи, которую Ты мне даровал, жены, Господь, пятерых детей. Благодарю Тебя за Матфея, что Ты подарил нашу семью, Господь, через все трудности, которые мы прошли, Господь, но Ты был рядом, Ты благословлял. Я славлю Тебя, мой Бог. Прошу Ты, благослови, Господь, чтобы Матфей вырос красивым, высоким, здоровым, Господь. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы мы своей жизнью, Господь, могли не прятать Тебя, а наоборот, показать, чтобы он возлюбил Тебя, Господь, возлюбил Церковь Твою, возлюбил Слово Твое. Прошу Тебя, чтобы Он возлюбил, Господь, и стал служителем Твоим. Благослови Его, Господь. Прошу, Ты поставь ограду вокруг Него, вокруг нашей всей семьи, чтобы Лукавый не увлек никуда, Господь, чтобы никакой ниточки к нам не было, Господь, к Нему. Прошу Тебя, Ты благослови, да будешь Ты за все славен, великий, чудный, дивный Бог. Аминь. Отец наш Небесный, Господь, благодарность Тебе за эту семью, которая сегодня здесь присоединился пред Тобою, за Матфея, который сегодня здесь в церкви, и мы молимся церковь за Него, Господи, за то, чтобы Ты благословил Господь и хранил Его, Господи. Ты слышал молитву родителей, они просили одного, Господи, чтобы он был Твоим дитем, чтобы он был служителем Твоим, Господи. И наша молитва, наша просьба сегодня, он пришел в это тяжелое последнее время, в этот мир, Ты назначил это время, Господь. И сегодня просим Тебя, сохрани его для славы Твоей. Пошли, куда он придет в возраст, ту живую веру в ее сердечко, заруни, Господь, и сохрани для славы. Блазови родителей, дай им мудрости, силы, воспитывать этих деток, которые Ты даровал им, Господи, и наставлять в истине. Блазови материально, чтобы было и силой, и здоровье, Господь. Блазови эту семью, и будь прославлен, возвеличен. Наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Другой Иисус, я благодарна Тебе за свою семью, Господь. Я благодарна, что можно находиться в Твоем доме, Господь. Прошу Тебя, благослови мою семью, Господь. Прошу Тебя сейчас за Джейсона, Господь. Я благодарна, что Ты благословила здоровья, Господь. Он здоровый мальчик, Господь. Оберегай его будущее, Господь. Я прошу Тебя, чтобы он был верен Тебе, Господь. Я оберегаю его от всякого рода зла, Господь. Пошли ему у друзей, Господь, боящихся Тебя, Господь. Прошу Тебя, благослови его во всем. Также мою семью, каждого в отдельности. Благодарю Тебя за все, что Ты нам даешь, Господь. Аминь. Дорогой отец, благодарю тебя за то, что ты нас сохранил до этого часа, дал нам возможность обращаться к тебе, Господь, и молим и просим, благослови нашего Джейсона, Господь, дай ему силы и здоровья во всем, чтобы он рос духовно, Господь, и также мою семью, Господь, благослови, деток остальных, Господь, и сегодня будем славить как Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Боже великий святый, благодарность тебе складаем за Сина Твого Иисуса, через которого ты спас нас, через которого приблизил до себя, через которого дав Духа Святого. Дякую тебе, Господи, за этого хлопчика Джейсона, который пришел на этот свят. И вот, Господи, батьки принесли, чтобы ты его благословил, чтобы, Господи, благодать твоя была на ньому. И мы просим, Господи, вложи в его сердце опавание на тебя, у грудь и матері, чтобы он вырос для славы твоей, чтобы благодать твоя была на ньому и ограждала, и миловала его. И батькам, Господи, дай мудрості, виру твою живу в его сердце вселите. И каждого, Господи, то дитя, которое приносит, Господи, в руках твоих, ничего с ними не станется. И ты можешь довести совершиться в имя свое, Святого и Вечного Бога, через Сина твоего Иисуса. Аминь. Дорогие братья и сестры, слава Господу за то, что мы сегодня имеем такой прекрасный день, в который мы можем прийти для того, чтобы поклониться нашему Господу, оставив свои обычные дела для того, чтобы прийти, поклониться Господу за все его милости, за все, что он делает в нашей жизни. Сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать или продолжить рассматривать книгу «Деяний святых апостолов», 16 глава, и мы будем читать с 16 по 24 стих. Но прежде, чтобы вникнуть в то, какие события происходили в то время, я хотел бы немножко сказать несколько слов о том, что предшествовало всем тем событиям, о которых мы будем сегодня читать. Сегодня мы обратим внимание на обстоятельства, с которыми Павлу пришлось столкнуться в своем служении. Это второе миссионерское путешествие апостола Павла, в котором он находился с Силой, и потом присоединились к Тимофей, и, по всей видимости, присоединился Лука в Трааде, в то время, когда голос Божий или через видение Бог сказал им о том, что им нужно идти в Македонию. До этого момента Павел и Сила планировали снова посетить церкви, в которых они уже были, которые были основаны в первом путешествии, в миссионерском путешествии апостола Павла. И они хотели возвратиться по кругу всех этих церквей, всех этих групп верующих людей, которые образовались после их первого путешествия. Но мы видим, что они прошли, конечно, некоторые города, но мы видим, что когда они собирались в Азию, Асию, потом еще в другие места, в тех, в которых они были в первом миссионерском путешествии, мы видим, что Дух Святой попрепятствовал им, и они не смогли туда пойти. Бог не допустил. И тогда вот это было видение апостолу Павлу о том, что муж македонянин просит помощи. И тут же они сразу решили, что Бог или Дух Святой призывает их идти на служение в Македонию. И в это время к ним присоединился Лука, потому что здесь мы видим впервые, до этого он говорил «они», а теперь он говорит «мы». И в тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывает нас Господь благовествовать там. По слову Божию они отправляются в Македонию. Они прибывают в Филиппы. И как Христос сказал своим ученикам, перед тем, как он вознесся, он сказал, что «будете мне свидетелями в Иудею, Самарии и даже до края земли». И Филиппы интересны тем, что это первая территория или первый пункт, в который они прибыли на европейской территории. До этого момента они проповедовали в Асии или в Азии, но теперь они уже переходят на европейскую территорию для того, чтобы нести Слово Божие по Его Слову, как Иисус Христос сказал, что «будете мне свидетелями до края земли». И вот Слово Божие начинает распространяться за пределы их видения, за пределы их, как сказать, желаний. Бог посылает их на эти территории. По велению Духа Божия благовестники прибыли в Филиппы, которая являлась римской колонией. И когда они прибыли, мы видим, читаем о том, что они благовествовали, они собирались около реки, потому что синагоги, по всей видимости, там не было. И мы видим, что совершенно другие обстоятельства, не такие, как были раньше, когда они ходили в первом миссионерском путешествии. Помните, там написано, по обыкновению они входили куда? В синагогу сразу. Но здесь за неимением синагоги они собирались у реки. По всей видимости, для того, чтобы обращенные люди могли принимать крещение, если у них на это есть желание. И мы видим, что апостол Павел проповедует женщинам, не написано о мужчинах. Женщины, и написано, что первый успех его проповеди – это была женщина по имени Лидия и ее дом. Казалось бы, все складывается хорошо. Хорошо, нету синагоги, но есть люди, которые слушают, и вот уже есть обращенная душа и ее дом, написано, которые крестились. И более того, Лидия приглашает их в свой дом, всех этих путешественников, для того, чтобы они остановились у нее и жили у нее. Это тоже немаловажно. Вы когда-нибудь приезжали в другой город для того, чтобы там остановиться, обосноваться как-то и сделать какие-то свои дела? Очень хорошо, когда есть люди, верующие, которые могут нас принять. Это очень большое дело. Мы тоже когда-то ездили в Украину, и у нас нужно было где-то остановиться в незнакомом для нас городе, но и нашелся человек, который дал нам эту возможность. И слава Господу. Итак, мы видим, что, казалось бы, все складывается хорошо. Первый человек и ее семейство, и есть где остановиться, откуда выходить на благовестие. Но, начиная с 16 стиха, мы читаем о том, что произошло в их служении, какие искушения или испытания постигли их служение. 16 стих. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда их дохода, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, нанеся им много ударов, вергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Вот такое событие произошло в служении апостола и его спутников. Казалось бы, на первый взгляд, что, ну, что здесь такого, что она ходила и кричала? Ну, она же, в принципе, говорила правду. И знаете, вот с кем я разговаривал на эту тему или вот на этот отрывок, то первое, что возникает при прочтении этого отрывка, вот такое мнение. Ну, она же, в принципе, ничего плохого не делала. Она говорила правду, она даже не говорила ложь, она говорила правду. И казалось бы, что, ну, в какой-то момент можно подумать, что можно было бы даже воспользоваться ее рекламой. Им не нужно говорить было о себе, кто они такие. Она сама ходила и кричала каждый день, кто они такие, для того, чтобы люди могли узнать. Но мы видим, посмотрим на это с другой стороны. Мы видим, что служанка, мы читаем об этом, что служанка находится в плену дьявола, в плену злого духа. Причем всем горожанам и ее хозяевам было все равно на то, в каком состоянии она находится. Но если представить человека, одержимого духом, то я думаю, что это зрелище не из приятных. И вот этот дух ежедневно гнал ее для того, чтобы она ходила и кричала за этими людьми. Главное, на что обращали внимание в этом случае ее хозяева, этой служанки, это был доход, который они имели от ее прорицания. Я думаю, что ее или хозяев воспринимали всерьез, этого духа воспринимали всерьез, потому что мы читаем о том, что хозяева имели большой доход от ее прорицания. То есть люди относились очень серьезно к тем предсказаниям, которые она делала. Таким образом, хозяева имели от этого большой доход. И с одной стороны, для апостолов остаться равнодушными, ну как бы не обращать на нее внимания, это невозможно потому что, или воспользоваться ее, так сказать, в кавычках, помощью, что она ходит и кричит и возвещает о них. Они не могли потому что, ну что общего у света с тьмой. И с другой стороны, мы видим, что если они ввязываются в этот конфликт, то это будет действительно очень большая проблема. Это будет очень громкий конфликт, а значит гонение, а значит побитие, как это и случилось, и возможно даже смерть. И я думаю, что из этого видно, что дьявол или дух злой, нечистый, который был в этой служанке, он расставлял сети вокруг апостолов, для того, чтобы его как бы самая главная цель прекратить благовестие, остановить благовестие на этой территории, для того, чтобы люди не услышали о спасении, для того, чтобы люди не услышали благую весть. И мы видим, что он очень искусно расставил эти сети, и так или иначе, как бы они ни поступили, они оказывались, ну так сказать, в этой ловушке, которую расставлял злой дух для этих людей. И, как я уже сказал, что злой дух издевался над служанкой, гнал ее каждый день, и у этого духа была цель попрепятствовать распространению благовой вести. Давайте на минутку остановимся на этом и вспомним о том, что Иисус Христос говорил перед тем, как Он должен был вознестись на небо. Мы читаем в Евангелии от Матфея последние стихи в 28 главе о том, перед тем, как Иисус Христос вознесся, Он сказал, что «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и вот я вас посылаю, и я буду с вами во все дни жизни вашей». В Луки 10 главе, также 19 стих написано, что «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на что? И на всякую силу вражью». С одной стороны, кажется, что дьявол очень искусно, вот этот дух злой очень искусно расставил эти сети. Он в любом случае как бы достигает своей цели. В любом случае они ввязываются в этот конфликт, они должны ввязаться в этот конфликт, а потом последствия, может быть, он планировал там как-то что-то, чтобы попрепятствовать. Но мы видим, что Иисус Христос сказал, что «Се я с вами во все дни до скончания века, и я даю вам власть наступать на всякую силу вражью». Павел воспользовался этой силой Бога, и написано, что он, обратившись к самому духу, сказал, чтобы он вышел из нее, и дух этот вышел из нее тот же час. И вот тут действительно началась реальная проблема. То, что она хотела и кричала, ну как бы не было сильно большой проблемой. Мы видим, что не написано о том, что хозяева или люди как-то реагировали на это. Да им все равно было. Ну кричит и кричит. И они не прислушивались ни к чему, то, что она говорила. Они никак не реагировали. Но когда они увидели, что пропала возможность их дохода, большого дохода, то вот здесь, конечно, теперь действительно начался настоящий крик. Пропал доход. Вот главная потеря в жизни людей. То, на что они рассчитывают, или на то, на что они надеются. И мы можем тут тоже на секунду остановиться и посмотреть на ценности людей и на ценности Бога. Для Бога цена душа, жизнь, сам человек. Для людей мы видим, что самое главное – это нажива. Как Писание говорит, что корень всех зол есть что? Это все в серебролюбие. И когда эта нажива, ну пропала эта возможность наживы, то люди начали эти возмущаться. Им все равно было до души, до жизни, до самого человека, который был гоним этим злым духом. И причина для возмущения, она, знаете, такая очень знакомая даже для нас сегодня. Вот когда начинает распространяться благая весть, или говорят какие-то хорошие, добрые вещи, и люди, которые чувствуют себя некомфортно в этих обстоятельствах, на что они сразу обращают внимание? Дискриминация. Ущемили наши права. Смотрите, они традиции такие какие-то проповедуют, которые нам не нужно ни слушать, ни исполнять, как римским гражданам. И здесь то же самое. Мы видим, что дьявол и его уловки, они не изменились на протяжении всех веков. Всегда одна и та же, одни и те же принципы и его инструменты. И мы видим, что они тоже говорят. Смотрите, пришли эти и проповедуют, иудеи проповедуют нам, римлянам, то, что нам ни слушать, ни знать, не исполнять не нужно, какие-то традиции новые. Да что им было до тех традиций? Тут главное, что их зацепило, это их карман, нажива, которую они имели от того, что эта служанка приносила им доход, от того, что она прорицала. То, к чему подводил этот злой дух, в принципе, то и произошло. Я думаю, что он радовался о том, что все идет по его плану. Они отреагировали, тут возмутились хозяева, возбудили воевод или руководство этого города, возбудили весь народ против этих благовестников, избили благовестников Павла в силу, посадили в темницу. Казалось бы, цель достигнута, что проповедь остановлена, и благовестие, ну, так сказать, захлебнулось в самом его начале, не успел даже, ну, грубо говоря, начаться. Они не успели еще благовествовать каким-то широким массам для того, чтобы они услышали, и вот они уже в тюрьме. Против них настроены люди, городские власти, ну, как бы у них не будет тут никакого успеха, казалось бы. Но так ли это? Первый город, в котором они благовествовали на европейской территории, как я уже сказал, услышал слово спасения и услышал благую весть. И первая Лидия и ее семейство, которые обратились к Богу и были крещены. Следующий, кто обратился к Богу, это темничный страж. Почему? Потому что были сломлены апостолы? Нет, они не были сломлены, хотя они находились в таких обстоятельствах. Были избиты, были закрыты в самое глубочайшее помещение этой тюрьмы, забиты ноги в колоду, но они не сломлены, они поют, воспевают Господа. И таким образом, Господь являет чудо, и мы видим, что и темничный страж, и его семейство обращаются ко Христу. И они принимают то же крещение в ту же ночь. Мы видим, что благовестие, несмотря на все нападки и на все препятствия, оно распространяется. Мы видим, что результат все равно есть. Мы также читаем послание филиппийцам. Послание филиппийцам – это послание церкви в Филиппах. И это тоже свидетельство того, что Слово Божие в этом городе, в Филиппах, оно распространилось. И там были ученики, которые последовали, которые обратились ко Христу и последовали за Господом, несмотря на все обстоятельства и на все препятствия, нападки злого духа, который противостоял благовестникам. Итак, подведем небольшой итог. Божьи служители по Божьему повелению идут благовестовать в Македонию, сталкиваются с противником, с этим злым духом. И, как я уже сказал, что, возможно, этот злой дух пользовался какой-то популярностью. То есть, ну, не сам дух может быть, но это женщина, которая действовала, служанка от имени этого злого духа, потому что прибыль получали хозяева большую, написано. Получали большую прибыль. Но вот через эти обстоятельства, когда апостолы, придя, изгнали этого духа, не должны ли бы эти люди увидеть Божью силу через это? Что тот, кого они уважали, которого они ценили, надеялись на его прорицание, предсказания, он был побежден кем-то сильнейшим, его? Не должны ли были они увидеть через это, что тот, кого благовестуют апостолы, пришедшие в это место, что тот, кого они благовестуют, гораздо сильнее того, на кого они привыкли надеяться? И мы видим, что он вовлекает благовестников в конфликт, они унижены, избиты в темнице, в колоде, но они не сломлены, они поют и славят Господа, и Господь достигает своей цели, благовестия достигает и покоряет новые души в Филиппах. Как я уже сказал, что это Лидия, ее семейство, темничный страж и его семейство, и впоследствии появляется церковь в Филиппах, потому что мы читаем это прекрасное послание к филиппийцам. Друзья, хотел сегодня через это обратиться к каждому из нас. Мы, когда Господь нас касается и призывает в церковь, призывает, чтобы мы были его детьми, Он также призывает каждого из нас и на служение. Каждый из нас – это Божий служитель, и каждый трудится вот в какой-то своей сфере. Кто-то может по возрасту, не может уже что-то делать в церкви, но он может молиться за тех, которые делают. Каждого из нас Господь призывает на этот труд. И мы должны, каждый из нас, посмотреть на то, как мы относимся к Божьему труду. Конечно же, как и благовестники, мы тоже являемся все благовестниками, потому что мы обязаны, мы должны сказать в первую очередь своим близким, кто, как не мы, лучше скажет им о Господе. Или кто лучше имеет доступ к ним. Какой-то чужой человек или нет. Мы с вами, своей жизнью, своими поступками, своими действиями и словами, когда они захотят услышать Слово Божие, мы должны быть готовы благовествовать им. И поэтому через эти события я хочу сказать, что каждый из нас призван Богом на служение. И служение, оно не всегда легко, как вот мы видим в этой ситуации, в которой оказались Павел и его спутники. Мы видим, что появляются очень серьезные препятствия и даже угроза жизни. Но мы видим, что по своему верному обещанию Господь всегда находится со своими детьми, со своими служителями. И Он поможет преодолеть все эти трудности. И более того, из этих трудностей Он выведет так, что это будет большой и оглушающий успех для Божьего служения, для распространения Его Слова. Поэтому Божьей силой, несмотря на все трудности, мы сможем преодолеть это все. И через наше служение, в нашей жизни, может быть Бог прославлен и Его предназначение будет исполняться. Божье Слово будет распространяться по Его Слову. Поэтому прославим нашего Господа, помолимся, и кто чувствует, может быть, что Он еще недостаточно потрудился в том служении, на которое Господь поставил. Потому что первое препятствие, я думаю, что это мы сами. Наша лень, наше нежелание, наше успокоение, что мне больше всех нужно или еще что-то. То пересмотрим вот свое отношение к служению. И, может быть, нужно попросить у Бога прощения. Или поблагодарить за то, что Господь призывает на служение. И, как апостол Павел однажды сказал, что увидел меня или признал меня верным для своего служения. Поблагодарим Его за это и прославим. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Песня. 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 Подходит к заключению наше общение с вами, братья и сестры, слава Богу за напоминание Священного Писания Духа Божия, чтобы мы искали общение с Иисусом Христом, чтобы в нашей жизни мы действительно несли свое служение. Не только служение, мы понимаем, большие служения, но и в наших семьях, родители, мамы, папы, мы несем служение и на работе, и в церкви. Это наше служение, чтобы мы действительно возвещали жизнью свою, словами своими об Иисусе Христе, Спасителе всех человеков. Господь, сердечно благодарим Тебя за то, что в этот час мы еще были собраны вместе, за то, что звучало Твое Слово. Господь, помоги, чтобы сердце наше было обращено к Тебе, чтобы мы искали общение с Тобой, чтобы в этом общении мы находили удовольствие, Господь, чтобы в этом общении с Тобой мы находили спасение и смысл нашей жизни, чтобы в этом общении, Господь, мы могли быть светом добрым и для деток наших, и для людей, которые вокруг нас. И это было свидетельством нашим для тех, которые еще не знают Тебя. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил все служения в нашей церкви, чтобы Ты благословил и подростковое, и молодежное общение, и общение воскресных школ с детками, с нашими, музыкальное служение благослови. Да будет все это во славу Твою. В этот час, Господь, просим, чтобы Ты распустил нас миром, чтобы благодать Твоя была со всеми нами, чтобы в жизни нашей прославился Ты. Во имя Иисуса Христа мы просим и молим и славим Тебя Бог наш. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok